О главных событиях последних дней расскажем в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! События уходящей недели – публичные слушания, на которых обсуждалось присоединение Пурпе к Губкинскому. На встрече присутствовали глава города Андрей Гаранин, глава Пуровского района Антон Колодин и депутат Законодательного собрания Ямала Виктор Казарин. Подробности у Зинаида Исаевой. Более сотни людей собрались в Пурпейском доме культуры «Строитель». Еще бы историческое событие – публичные слушания по вопросу присоединения поселка к Губкинскому. «Сначала, когда у нас были опасения, то, конечно, у нас разные мысли были. Сейчас уже думаем о том, что мир не стоит на месте, все идет вперед. Надеемся на какое-то развитие, не только экономическое, но и в любых сферах». Развитие будет. Глава Губкинского презентовал Пурпейцам планы на благоустройство. Это ремонт и строительство дорог, обустройство детских площадок, мест отдыха и парковок, а еще теплых остановочных павильонов. «У нас есть хороший опыт быстро наращивать темпы работы. И мы будем рады, если территория наших добрых соседей будет развиваться так же эффективно, как наш любимый город Губкинский». Среди приоритетных задач – строительство четырехполосной освещенной автомобильной дороги между двумя муниципалитетами, а также проезда через железную дорогу. Это сократит путь в два раза. «Уже сейчас необходимо улучшить и автобусное сообщение. Увеличим количество автобусов, их будет четыре, благодаря чему уменьшим интервал между рейсами до 25 минут в любую сторону». Стоимость проезда по внутримуниципальному маршруту уменьшится до 40 рублей для взрослых, до 5 для детей. Увеличатся рейсы с Пурпе-1. «Нам было бы удобнее, если бы сделали действительно дорогу, наладили транспорт. Не пришлось бы стоять, допустим, на остановках определенное время. Может быть, на самом деле и проезд был бы бюджетнее. Я думаю, что в этом было бы удобство. Ну и, может быть, для поселка было бы что-то более эффективнее и лучше сделано в плане благоустройства общей территории. Ну, мне кажется, на Губкинский, в принципе, стоит равняться». Равняться на Губкинский в вопросах благоустройства и строительства и сохранить преимущество жизни в поселке – вот ключевая задача. «Мы с главой Пурорского района приняли для себя очень важное принципиальное решение, что ни один житель не должен почувствовать какие-то негативные перемены от объединения». «Самый главный вопрос задается сегодня – это сохранение социальных льгот и гарантий. И в этой части наш округ также заверил, у нас были сегодня представители окружных властей, что вопрос прорабатывается, отчасти проработан и гарантия будет сохранена». Вопрос сохранения сельских льгот взял на себя депутат окружного парламента Виктор Казарин. «Прорабатывали этот вопрос с коллегами из органов исполнительной власти правительства Ямал-Анинского автономного круга, с коллегами-депутатами, поизучали опыт. И хочу уверенно сказать, что поставленная сегодня задача – мы отработаем и внесем все необходимые изменения, поправки в законодательные акты, в нормативно-правовую базу. И эти льготы будут сохранены. Ну а как из практического опыта можно сказать, у нас уже на Ямале есть такая практика. Она подтверждена уже как бы десятилетием». Каждый участник публичных слушаний мог задать вопрос главам. А волнует посельчан многое. «Нужно ли будет регистрацию менять в паспорте, ну и вообще менять прописку? Как это все будет происходить? Останутся ли льготы за порпейцы?» «Мы предварительно отработали этот вопрос и с почтой, и с налоговой. Ничего менять не будут, все адреса остаются такие же. Это будет носить заявительный характер, поэтому кому нужно это сделать. Почтовый адрес может оказаться как старый, так и много. Ничего страшного-то нет. Все знаете, что Москва, Московскую область, там постоянно муниципалитеты объединяют в Москве, и там такой проблемы никогда тоже нет». Изменится ли очередь на переселение, решится ли вопрос с бездомными собаками и сохранятся ли льготы для бизнеса, спрашивали порпейцы. Прозвучал и больной вопрос. «С 31-го года я слышу, что всегда на таких встречах каких-то всегда задается один и тот же вопрос всем руководителям, которые к нам приезжают. Хоть района, хоть округа. И постоянно этот, как говорят, ВОЗ, нет, у нас вокзал, и ныне там. 30 лет назад встречала меня эта бочка, и я так думаю, я уезжать отсюда буду, эта бочка будет меня провожать. Поэтому этот вопрос волновал. Но, когда сказали конкретно, начнется строительство, ура, я в это верю». Идею объединить Пурпе и Губкинский поддержали единогласно. «Кто за, прошу поднять руку». В конце марта вопрос изменения границ муниципалитетов рассмотрят депутаты Пуровского района и Губкинского. Затем законодательная инициатива будет передана на рассмотрение в окружной парламент. Еще одно историческое событие для города – открытие нового детского сада в 6-м микрорайоне. Фото, непосед и статья об этом на первой полосе газеты «Губкинская неделя». Одна из особенностей этого дошкольного учреждения – то, что его смогут посещать самые маленькие губкинцы. Здесь организована группа, где малышей примут буквально с пеленок с двухмесячного возраста. В группе имеются манежи, ходунки, стулья для кормления деток, высокие стульчики специальные. В раздевальной комнате также созданы условия для того, чтобы мама могла покормить своего ребенка, если он находится на грудном скармливании. В каждой группе у нас есть рециркуляторы, увлажнители. И для ребят постарше тоже много сюрпризов. В просторных группах новые современные игрушки и оборудование. В игровой – скалодром и интерактивная песочница. Она оснащена программным обеспечением, которое создает на песке эффект дополненной реальности. Пара движений, детских рук и обычная кучка песка превращается в действующий вулкан. Надо сделать большой, ну такой, я обошую пирамиду такую, чтобы началось классное извержение. Когда дым идет, и лава рьется. И последний детский сад, это домик для ребят, это домик для души, здесь играют малыши. Я уверен, что все, что мы здесь сделали в детском садике, все оснащение, все оборудование, все вот эти зоны, где можно развиваться нашим детям, дадут соответствующий результат. Наши дети и так самые лучшие. А с учетом того, какие мы учреждения сейчас начали строить, как мы начали вкладываться в своих детей во всех направлениях сферы социальной инфраструктуры, это и спорт, это и культура, это и образование, и доп. образование. Я уверен, что наши дети будут еще умнее, еще сильнее, еще талантливее. Развивать свои таланты в Непоседах будут 240 дошколят. Всего сад рассчитан на 13 групп, из них 4 для детей до 3 лет. Непоседы – второй открывшийся детский сад в этом году. Еще один – «Радуга» в первом микрорайоне. Его посещают 120 детей. Напомним, строительство дошкольных образовательных объектов – одно из главных направлений нацпроекта «Демография». Шесть губкинских женщин и ветеранов труда получили подарок от телерадиокомпании «Вектор». Для них второй год подряд организована фотосессия. Напомним, в 2020-м объявленном Годом памяти и славы фотомоделями были женщины-ветераны войны и категории «Дети войны». Для них это стало приятным и неожиданным событием. Мы почувствовали, насколько приятно было увидеть себя представительницам прекрасной половины губкинского в возрасте, увидеть на ярких, красивых фотоснимках. Они, фотомодели, действительно были самые настоящие. Они получились просто красавицами. Они, в принципе, большие молодцы, активничают всегда. Но тут посмотрели, я думаю, что и на себя несколько с другой стороны. И вот эта вот отдача, которая получилась в виде положительных эмоций, мы ее почувствовали, и тут чего греха таить, подумали, почему бы не повторить. Для нас это не очень сложно, но эмоции, которые мы получаем в ответ, они дорогого стоят. К съемке все готовятся основательно. Фотограф выставляет камеру, свет и декорации, модели прихорашиваются. Для многих это первая в жизни профессиональная фотосессия. Это впервые. Вот, допустим, с моей стороны. Конечно, это приятно, что нашему поколению какое-то внимание уделяют. Я вообще не представляла, как это будет. Очень волновалась, конечно. А справиться с волнением помогают советы профессионального фотографа. Всегда обращаешь внимание, как фотограф, то есть с какого ракурса снять, как лучше сесть, чтобы какие-то сгладить недостатки, наоборот, подчеркнуть какие-то достоинства. Приходилось подсказывать, как лучше сесть, то есть как повернуться там немножко, может быть, сбоку, чтобы не было видно тех же, опять же, да, там недостатков. То есть тут и освещение, и ракурс, и поза, ну, все как бы имеет значение. Мало того, что они очень хорошие модели, да, они очень прекрасные собеседницы, поэтому они выполняют все, что им скажешь. То есть они и сами по себе видно, что им это нравится, что им уделяют внимание, что для них сделали вот такое мероприятие. То есть они, конечно, прислушиваются и стараются сделать все правильно. Макияж и прическа, кокетливая шляпка и ажурная шаль. Наряды самые лучшие. А главное украшение – медаль. Эти модели – ветераны труда. И все они не понаслышке знают, что такое война. У Веры Михайловны Джусумбаевой отец погиб в Великую Отечественную. Это известие унесло из жизни и маму. Она умерла от инфаркта. Чудом осталось в живых маленькая в то время Вера. Бомбежка была. И мама мне послала, чтобы соль принесла в дом. Обычно в погребах они прятались. И всегда говорили, что когда слышите гул самолета, надо прятаться. И я пряталась, ну как дитя, мне было 6-7 лет. Вот дверь, вот допустим, так открывается, а тут стенка. Я за этой дверью спрятала. И бомба упала в наш там огород. И эта стенка просто все обрушилась. И у меня вот как раз вот это. И мама когда увидела, я была контужена. Я и не кричала, я стояла, а я вся в крови. Ужасы войны испытала и Ефимия Захаровна Торопчина. Брестская область, где в то время жила семья нашей героини, одна из первых приняла удар немецких захватчиков. Прошло много лет, а то, что пришлось пережить, в памяти навсегда. Страх, лишение, голод. Спасло нашу семью и соседей то, что поваром был священник, немец. И он в землянку нам, когда приходил на огород, это было лето же ведь было, и когда брал овощи, там все, он открывал землянку, кидал нам хлеб, кидал нам сахар, какие-нибудь галеты. И мама делилась с такими же, как я, детьми. Война пришлась и на детство Валентины Тимофеевны Вахрамовой. Для фотосессии она выбрала яркий, красивый костюм. О таком в детстве даже не мечтала. Да какой там костюм, обувь и ту приходилось делить. Бегали в одном сапоге, с горки катались, ни обуви, ничего не было. Еды тоже скромно. Но пережили. События марта 1992 года отразились на судьбе Елены Иосифовны Соколовой. Во время Приднестровского конфликта молодого хореографа приговорили к расстрелу. Причина одна. Говорила на запрещенном тогда русском языке. Пришлось все бросить и бежать. Меня проверяли, мне звонили. Если я по-молдавски не отвечу, то это чревато было. Я удрала, по-русски говоря. Бросила все, мужа, дом. С работы меня попросили, так как я языка не знаю, румынского. Сегодня, глядя на эти милые лица, и не подумаешь, что им пришлось пережить. Одним словом, сильные женщины. Они знают цену вниманию и подаркам. И пусть в их жизни будет больше приятных моментов. Например, таких, как эта фотосессия от телерадиокомпании «Вектор». Сегодня в рубрике «Персона недели» внимание заслуживает не какой-то конкретный человек, а все мы, женщины. Ведь впереди 8 марта, Международный женский день. День красоты, цветов и подарков. В этот день, как и в Новый год, ждешь чудес и сюрпризов, а также теплых слов, внимания и какой-то особенной заботы со стороны мужчин. Так какой он, идеальный день 8 марта в мечтах губкинских женщин? В идеале это проснуться рано утром. Муж с сыном с букетом цветов меня разбудили, с чашечкой кофе вкусного. И провести этот день просто по-весеннему, покушать вкусный тортик свеженький, который мама принесет. Валялась бы на диване, что-нибудь вкусненькое ела. Может, бы приняла цветы, если бы кто-то подарил. Все. А вместо этого мне придется работать, работать и работать. Позитивно, весело, лучше в компании друзей. Я бы поспала дома. Я бы хотела провести сначала утром с семьей, чтобы меня поздравили, поздравить маму. После я бы хотела погулять с друзьями. Была бы рада просто действительно уделить внимание мужу, ребенку, потому что в наше время, к сожалению, с этим проблемы. И нет такой возможности столько времени провести с семьей. Вот я бы лучше с семьей провела. А чем бы вы занимались? Как бы прошел ваш день? Ну, не знаю. Посмотрели бы с ребенком мультики, позанимались бы. С мужем бы провела время. Цветы, духи, ювелирные украшения, конфеты – традиционный набор того, что предпочитают дарить мужчины на 8 марта. Ежегодный выбор подарка для многих – головная боль. Согласно опросу, который провел сервис для размещения объявлений Авито, в этом году 44% мужчин планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию. 28% – подарочный сертификат в любимый магазин. 27% – ювелирные украшения. Также, по данным сервиса, в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты в этом году вырос на 25%. А что? Удобные и практичные подарки для любимой женщины и для коллег. А какие подарки и поздравления получают женщины от мужчин-сотрудников, сейчас узнаем. Как правило, это чаще в виде фуршета. Поскольку мужчин у нас чуть меньше, чем женская половина, поэтому им труднее приходится чисто с финансовой стороны. У нас в коллективе одни мужчины работают, одна повариха. Поеду подарки покупать сейчас. Да, мне кажется, у всех стандарты идут. Цветы, поздравления, искренние слова и все, пожелания. Творческих нет, к сожалению. У нас мужчины, мне кажется, не так сильно к этому, как говорится, уклонены, чтобы сделать красиво и творчески, и грандиозно, чтобы женщинам коллективу было бы хорошо. А какие подарки самые запоминающиеся? Конечно же, творческие. Не хочется хвастаться, но все же скажу. У нас в телерадиокомпании существует добрая традиция. Международный женский день. Мы, женщины, в течение всего дня получаем поздравления. Обычно утром мы начинаем уже, собственно, с комплиментов, со всяких маленьких подарочков, чтобы, так сказать, произвести затравку на весь день, чтобы девушки понимали, что у них сегодня будет не обычный день, не обычная будничная работа, а что у них праздничный день, что они самые прекрасные. Мы дарим не только обычные подарки в виде цветов, а также творческие подарки, всякие видеоролики, возможно, какие-то конкурсы, танцы даже бывают, разные исполнения на инструментах. Также снимаем и музыкальные клипы, ролики, фильмы. На самом деле, было бы желание сделать можно все, если хотите порадовать свою прекрасную половину коллектива. Сейчас многие в свое оправдание скажут, конечно, у них же профессиональное оборудование для съемок и так далее и тому подобное, но для оригинального подарка это не главное. К примеру, ту же видеосъемку сейчас несложно сделать и на мобильный телефон. Главная ведь идея. А чтобы сюрприз удался, мужчинам стоит постараться. Подготовка к празднику занимает не один день, а точнее вечер. После работы мужчины Вектора пишут сценарий, придумывают оригинальные поздравления и конкурсы. Я предлагаю, что у нас будет такой плакат, как офтальмолог проверяет глаза, там будет написано, типа... Короче, будет что-то написано, но мы не скажем, что там будет написано. Смущение Дениса понятно. При мне всех секретов ребята, конечно же, не раскрыли, но мы не сомневаемся, что 8 марта в этом году будет таким же оригинальным и приятным, как и все предыдущие. Всем привет! Меня зовут Денис. Привет, Денис! И я Векторовец. Когда-то я был очень богат и у меня был свой бизнес. Деньги кричат, когда я кричу, завистники молчат, будто стоп-кадр, молчание ягнят. Вложил 50, вернул 100 назад. Это панты, это панты, это панты, это панты, это панты. Это панты, это панты, это панты, это панты, это панты. Ну смотри, где я, лучше смотри, где ты. Но потом пришел кризис, и я все потерял. После долгой депрессии я стал искать другие выходы. И все, кого я встречал на своем жизненном пути, говорили мне, что так же круто зарабатывать можно только на Векторе, как я когда-то в своем бизнесе. Так я и оказался здесь. Такой нам запомнилась уходящая неделя в Губкинском. Весеннего настроения и только хороших новостей желаем вам. До встречи на телеканале Вектор. Субтитры создавал DimaTorzok